вот мы довязали уже до вот этой спицы дошли до задней части наших штанишках и разметили точно также булавочками треугольничек которым будем провязывать еще сзади он у нас будет немного больше здесь мы будем вязать 16 укороченных рядов то есть у нас тут должно быть 16 булавок 8 булавок на этой спице 8 на этой у кого круговые спицы то соответственно мы находим центр и от центра через каждые три петли намечаем 8 булавочек и в другую сторону также 8 булавочек и вяжем точно так же как мы вязали треугольничек для передней половинки штанишек то есть провязываем до конца всю эту спицу и следующей спицы до вот этой булавочки затем эту булавку снимаем поворачиваем вязание соответственно уже будем вязать изнаночными петлями и вяжем до вот этой вот булавки затем снимаем эту булавку поворачиваем 5 вязания и вяжем уже лицевыми петлями до вот этой булавки и так далее Не забывайте обязательно, как только вы доходите до очередной булавки, и сразу ее снимать, потому как потом можно забыть, и у нас уже тогда собьется, будет неровный треугольник. Точно так же мы вяжем, как и треугольничек на передней части штанишек, вяжем самостоятельно. Вот смотрите, вот такой вот треугольничек у нас получился сзади и впереди. И если вязание боком разложить, вот такой вот вид у нас имеет штанишки. Теперь мы будем вывязывать штанины. Сначала одну, потом другую. Так как у нас нитка здесь, значит мы будем вязать сначала вот эту штанину. То есть они расположены на вот этих двух спицах. Для удобства мы можем переснять петли со спиц с другой штанины, которую мы пока не вяжем, на булавке, для того, чтобы у нас во время вязания случайно не соскользнули петли со спиц. Вот смотрите, вот эту штанину мы пока не будем вязать, я пересняла на булавке. Мы будем вязать вот эту штанину правую. Вязать на двух спицах нам будет неудобно. Кто вяжет на круговых спицах, вы можете переснять на круговые спицы. Мы будем вязать на трех спицах. То есть начинаем мы вязать так. Провязываем часть петель. Провязали 23 петли. И теперь берем в работу еще одну четвертую спицу. И провязываем все петли с этой спицы и часть тех, чтобы тоже было 23 петли. И оставшиеся петли мы провязали на третью спицу. Теперь мы будем вязать, как я уже говорила, на трех спицах по кругу. То есть мы замыкаем вязание. И продолжаем вязать далее по кругу. То есть вот таким вот образом. Вот. И мы переходим на вязание штанишек. Здесь вы уже можете чуть-чуть поэкспериментировать. Кто хочет, можно добавить ниточки другого цвета. Сделать штанишки полосатыми. Кто хочет, может сделать какие-то узоры. Вязать не чулочной вязкой, а какой-то другой. То есть, как ваша фантазия вам подскажет. Мы будем вязать полоски. У нас еще будут нитки белого цвета и бордового. Мы будем добавлять через одинаковое расстояние. Обязательно нужно считать петли и записывать. Для того, чтобы на второй штанишке у нас были полосочки такого же размера. Чтобы они совпадали и было красиво. Итак, мы вяжем на нужную нам длину штанишек с учетом того, что внизу у нас будет резиночка. То есть, вяжем штанишки нужной нам длины, не довязав где-то сантиметра три. И затем мы будем вязать резинку. Вяжем самостоятельно. Вот, смотрите, мы уже связали одну штанину. Завершаем мы резинкой один на один. Закрываем эластичным закрытием петель. Как такое закрытие петель сделать, есть в меню видео. Штанина у нас получилась такая вот полосатая, веселенькая. И мы одеваем спицы на оставшиеся петли. Берем нить. Начинать мы будем вязать отсюда. Почему? Потому что нам надо оставить где-то на вот такой вот кусочек нити. Потому что, когда мы здесь вот так вот будем вязать по кругу. Вот, видите, у нас вот здесь образуется вот эта дырочка. Она никак не уберется, поэтому вот этой ниточкой мы ее просто зашьем. Ее не будет видно. Все, теперь мы вяжем точно так же по кругу, как мы вязали вот эту штанину. Внимательно считаем ряды, чтобы у нас было одинаковое количество петель. Вернее, одинаковое количество рядов нитей определенного цвета. Чтобы у нас были красивые штанины соответствовали. Вяжем самостоятельно. Вот мы довязали обе штанины. Каждую штанину, повторюсь еще раз, мы завершаем резинкой. Один на один. Для того, чтобы резинка была как можно уже, вы можете поменять размер спиц. Я штанишки вязала спицами номер три. А для резинки взяла спицы номер один. То есть на два размера меньше. И завершаем, закрываем петли эластичным, закрытием петель. Как это сделать, есть у меня видео. Ссылочку смотрите на экране. И вот такие вот штанишки у нас получились. Вот такие красивые, яркие. Здесь у нас, мы с вами вязали узором зубчики. Также напомню, что есть у меня видео. Получается вот такое вот, полое. И здесь много-много дырочек. Поэтому оставлять место для дырочек, ну оставлять вернее дырочку, чтобы потом продеть резинку, нет в этом необходимости. Вот я уже продела резинку. Можно в принципе вот такую широкую, даже наверное будет красивее. И затем можно затянуть, сшить ее или завязать. И она спокойно спрячется. Я имею ввиду узелок спокойно здесь спрячется. И можно будет подтянуть штанишки на нужный вам размер. И если вы помните, мы с вами оставляли здесь ниточку. Я вам говорила, что при вязании образуется дырочка здесь, которую никаким образом мы не сможем спрятать, кроме как зашить ее. Можно зашить, продеть иглу. Я сделаю это с помощью крючка. В принципе ничего сложного, произвольно. Вот так вот, главное. Вот так затягиваете. Вот так вот, произвольно. Вот так вот, произвольно. Вот так вот, видите, дырочка у нас уже исчезает. Дырочку мы зашили, ниточку мы потом можем спрятать с изнаночной стороны изделия. Можно завязать узелок. С изнаночной стороны я уже не буду показывать это, тратить на это время. Просто спрячу нитку наизнанку. Вот, точно так же у нас здесь начало ниточки. Мы это обрезаем и прячем сюда вот. И на каждой штанине у нас остается ниточка, мы также прячем в резиночку здесь и здесь. И вот такие вот замечательные штанишки у нас получились. Видите, сзади очень удобно для деток уже место, видите, для попки. И эти штанишки не сползают, когда ребенок наклоняется, приседает и не висят. Хорошо сидят на попе. Проверено уже на собственном опыте. Это очень красиво смотрится. Вот такие вот штанишки. Они уже изначально, когда вяжете, видите, перед получается короче, чем зад. Вот видите, прямо визуально это видно. Вот такие вот штанишки замечательные у нас получились. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой видеоканал Рукоделие. Впереди вас ждут новые видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok